Я все время ожидал, но вот сейчас должен произойти какой-то скачок эффективности, сейчас мы должны ускориться, мы должны улучшиться. Это все нам должно помочь. К сожалению, на моей практике этого не произошло. За верчением мышкиного колесика трогательным могут проходить дни и недели, а на выходе не будет ничего, ноль. Ни в коем случае нельзя проектировать только на уровне планировки. Тут же себе объем стройте. Ну и тоже, мой метод простой. Я в ворота зашел или въехал, и дальше уже иду или еду. За графикой следить не нужно. Нужно просто рисовать, мысли свои излагать, искать, 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 искать. И вот когда получается клевый рисунок, его можно и подсохранить. Леди и джентльмены, рад вам сообщить, что занятия по курсу практик архитектурного проектирования идут своим чередом. Недавно состоялся второй семинар, и сегодня в этом сюжете я вам покажу небольшую часть из него. Это моя лекция, предваряющая следующее задание для студентов. Но если вы хотите посмотреть полный отчет о том, как идут занятия, то можно пройти на Boosty. Там эти материалы доступны для старших подписок, начиная с уровня архитектора. Поэтому, если интересно, если вы интересуетесь архитектурой, не успели попасть на этот поток, но все же хотите знать, как все происходит, то не стесняйтесь, переходите. Я буду рад. Итак, погнали. Лет 30 назад, наверное, в нашу жизнь вошел САПР, так же, как сейчас входят нейронные сети. В свое время вошел САПР. Автокат, Архикат и прочие, казалось бы, помощники. И наблюдая процесс трансформации и проектных мастерских, и институтов, и того, как наши внутренние процессы стали меняться, я все время ожидал, ну вот сейчас должен произойти какой-то скачок эффективности. Сейчас мы должны ускориться, мы должны улучшиться. Это все нам должно помочь. К сожалению, на моей практике этого не произошло. То есть, наличие под рукой компьютера ни в коем случае не ускорило процесс проектирования. Как ни странно, ни в технической части, ни в его творческой. А в творческой части во многом его и затормозило. Потому что, когда я стал наблюдать, как молодые ребята, еще которые не наполучали от меня подзатыльников, начинают пялиться в монитор, в каких-то потугах что-то изобрести сразу в модели в Архикаде, это катастрофа. За этим рассматриванием монитора, извините меня, за верчением мышкиного колесика трогательным, могут проходить дни и недели, а на выходе не будет ничего, ноль. То есть, компьютер оказался очень опасной штукой. Для творческой работы это катастрофа просто. То есть, проектировать в нем категорически нельзя. Я тоже время от времени даю слабину и думаю, ну вот это же очень простой объект. Сейчас я его быстро соберу в Архикаде. И в итоге, как только я это правило нарушаю, у меня процесс удлиняется просто катастрофически. Очень и очень надолго. Как только ты садишься без конкретной уже идеи, без разложенной планировки, без понятного генплана, без понятного эскиза, все, процесс удлиняется просто на недели. И в итоге ничего хорошего не получается. Потом ты этот файл выбрасываешь, садишься за альбом, либо за планшет. Это вот единственное, что я стал использовать в этом процессе, это планшет. Иногда удобно. Хотя рисовать противно, по скользкому этому экрану, это чудовищно. И того же самого я требую от своих сотрудников. Вся творческая работа у нас только на карандаше. И исключительно на карандаше. Это включает начало работы творческой. То есть эскизирование, раздумья над генпланом, раздумья над внешним обликом здания, над отделкой. И потом, после того, как мы уже собрали модель, определили общие параметры сооружения, утвердились с заказчиком, с эскизом. Как ни странно, в работе с узлами и деталями у нас тоже все начинается с карандаша. Потому что, опять же, по практике, простроить в Архикаде, я не знаю, как в Ревите, но, скорее всего, то же самое. Чудес не бывает. Простроить в Архикаде, например, все слои по конструкции кровли плоской, с переходами, с нахлестами всех слоев гидроизоляции, Наверное, можно заморочиться, но сколько на это уйдет времени? Сколько уйдет времени на правки? Ужас! А когда у нас есть эскиз карандашный, мы можем сесть, мы можем быстренько взять резинку, подчистить, поправить, утвердиться в правильности решения, 10 раз пройтись вверху, донизу, и потом узел становится просто работой чертежника. Простой задачей, легко исполнимой. А поверьте, иногда узлы – это не менее интересное и сложное творчество, чем работа над образом здания. Более того, я все время своим говорю, добиться этого не могу. Делайте чертеж один раз, возьмите бумажку в клеточку, миллиметровку, она продается. Рисуйте сразу, в масштабе точно. Мы потом это отсканим, положим в альбом и отдадим. Не нужно будет перечерчивать. Более того, я пару проектов на Спартакс сдал. Там все узлы отрисованы от руки. При этом это было не так давно, это 2012-2014 год. Но экономия времени просто потрясающая. И мне абсолютно все равно, как этот узел изображен. С помощью компьютера и принтера или карандаша и ксерокса. Какая разница, если в нем одна и та же информация. А так мы, когда продумываем узел, мы его сперва рисуем или вычерчиваем, а потом перечерчиваем еще в компьютере. Это как в институте, когда еще были подрамники, когда была отмывка. Ты сперва все чертишь, а потом, сука, обводишь это рапидографом или рейсфедером. Жесть, у меня от этого всегда волосы дымились. Я это сделал один раз. А потом сдавал всегда работу только в карандаше. То есть меня сбить не могли преподаватели. И я колом встал, говорю, я не буду этого делать. Но это безумие. Делать два раза одну и ту же работу, это чудовищно. Вот. Поэтому я плавно подвожу к тому, что буду показывать сейчас. Как эту работу делаю я. И рекомендую вам делать точно так же. Значит, качество графики не имеет никакого значения. Умеете вы рисовать. А, так, пошло. Вы видите то же, что и я. Да, да. А можно эти картинки в общий час потом скинуть? Да ради бога. Скиньте, пожалуйста. Но вы сейчас их видите? Да, сейчас хорошо. Просто у меня опять что-то как-то странно себя ведет в Zoom. И я не пойму, что он пишет. Ну, ладно. Будем надеяться, что все хорошо. Вот. Это то, с чего работу начинаю я. Вот генплан. Здесь очень простой участок. Там буквально полтора метра перепад. С одной стороны. С другой стороны очень сложный. Ну, вы видите, да, какой въезд и какой он формы. Уродливый. Утолочный горлышко. Да. Тем не менее, вот этот рисунок лег потом и в архикад, и был согласован с заказчиком видеомодели, и был построен. Вот. Доказывать прямо сейчас не буду. Это долго отнимет времени. Но, поверьте, так и есть. То есть, вот эта компоновка с очень незначительными изменениями потом ушла в работу. Сколько здесь я работал резинкой, я уже не помню. Но, поверьте, это всегда много. Я стараюсь не делать варианты, да, типа один сохранил, потом отложил, сделал новый. Как только возникает какое-то сомнение у меня здесь, ну, здесь видно вот потертости, да, вот они есть. Просто чем больше этим занимаешься, тем меньше приходится работать резинкой. Но, тем не менее, и я это делаю очень активно. Как только возникает сомнение, лучше стереть резинкой и переделать, чем иметь у себя запасной вариант, который будет отвлекать. Поверьте. Это просто методология. То есть, так работать эффективнее. Этот с калькой, который нам давали в институте, когда поверх планов накладываются кальки, все варианты, все итерации твоего размышления сохраняются у тебя в папочке, на кальках, это не работает. А зачем? Если у меня есть сомнения, мне проще это выбросить. Вот если сомнений нет, то, сейчас, извините, если сомнений нет, идешь дальше. Сомнений есть, проще выбросить. Потому что я свято уверен в том, что количество вариантов говорит только об одном художнике или архитекторе, о его низкой квалификации. Он не в состоянии сам себе сказать, что такое хорошо, что такое плохо. Если я верю в свой профессионализм, я должен к этому относиться к ответственности. Если я как профессионал сомневаюсь, то давайте я сделаю так, что я не буду сомневаться. И чтобы этих сомнений не было, все плохие варианты нужно выбрасывать и убивать. А вот резинка, когда ты стер, тебе не дает шанса откатиться, типа вот, а вот там же было классно. Нет, не было классно. Иногда бывает так, что возвращаешься, восстанавливаешь. Но это должно быть осознанно. Я прошел, вот, поэтому желательно один вариант. Финальный. Лучший вариант, тот, который будет построен. Все остальные должны быть выброшены. И мне, пожалуйста, не показывайте два варианта. Я это не приемлю. Вы должны быть в состоянии выбрать какой-то один лучший. И обоснованно его защитить. А защищать придется перед восьмью коллегами. А вопросы у всех у них могут быть очень разные. И на каждый из этих вопросов должен быть ответ. И прежде всего у самого себя. Вот. Тут нужно еще очень четко чувствовать масштаб, когда ты вручную прорисовываешь. На миллиметров ты можешь. Ну, смотрите, открою секрет. Вот здесь я рисовал просто прям поверх этого. Но где-то я вычислил какой-то размер себе, нанес его один. А потом дальше, вот видите, здесь тоже обязательное условие. Начинаешь с прорисовки осей. И сразу, вот, я взял там себе какие-то 4 метра. Да, и уже, ну, вот тут, ну, наверное, 7 с половиной. Похоже уже? Похоже. Иногда ошибаешься. Но, опять же, это приходит с опытом. Начинаешь ошибаться меньше. Хотя вот здесь есть явное вранье. Вот тут у меня. Вот здесь 5 метров. А здесь 4. Но это не катастрофа. Вот. Для того, чтобы упростить, вы можете сразу это положить в архикад. И потом сохранить PDF или распечатать с сеткой нашей. Метровую, наверное, накладывать не стоит. Очень мелко будет. Я трешку в себе ставлю и в ней рисую. Вот. Скорее всего, это не первый лист. Потому что у меня обычно первый лист. Я делаю такие вот совершенно хаотические движения в попытке нащупать какой-то объем. Потому что следующий момент, который очень важен. И я бы хотел, чтобы вы тоже им старались пользоваться. Ни в коем случае нельзя проектировать только на уровне планировки. Тут же себе объем стройте. То есть вот каждая линия. Да. Я гараж себе вырисовал и навес. Вот здесь. Так. Сейчас давайте я буду комментировать, рисовать. Вот. Гараж и навес. Я понимал, что тут у меня одноэтажная часть. И на втором этаже у меня здесь помещение. Оттуда будет выход из одной из спален. Вот. Понимаете? Ну, то есть объем нужно прорисовывать. Я четко знал, что у меня вот эта группа на втором этаже. Вот эта часть. Да. Вот она вот так цельно и останется. То есть я это уже предполагал. А все остальное это выступы такие. Включая вот эту террасу. Крытую. Ну, то есть вы должны архитектуру сразу вести. Не пытаться потом одеть на планировку фасада. Это будет попытка одеть сову на глобус. Сразу. Почти никогда ничего хорошего из этого не выходит. Вот. Юля, это особенно касается вашей темы. Вам нужно сразу думать в объеме. Потому что у вас довольно большая площадь. Соответственно, здание нужно будет разбивать на мелкие объемы. Сложно сочлененные и сопоставленные друг с другом. Поэтому вы картинку должны видеть сразу. Мне проще. Знаете почему? Потому что я всегда дом придумываю на участке. Я там прошелся. Я образ увидел. Дальше мне нужно просто это, ну, как стенографисту, запротоколировать. Вот. У вас нет этой возможности поехать на участок и там посмотреть, да, и что-то оттолкнуться. Это усложняет сильно работу и жизнь. Значит, точно так же, как вы прекрасно справились с задачей придумать себе заказчика, придумайте себе особенности участка. А на некоторых схемах видны здания соседние, на некоторых нет. Прикиньте, где могут быть уже соседи, да, где хороший вид. Вот. Вот здесь у меня была просто, ну, жутчайшая абсолютно ситуация. То есть, все вокруг натыкано. Вот здесь красавица, вот здесь красавица, вот здесь красавица, здесь. Ну, короче, везде. Поэтому пришлось сделать вот такое достаточно глубокое крыло, да, и пытаться потом насытить это все уже растениями, чтобы хотя бы ощущение внутреннего двора создать. Вот. Ну, и тоже, вот мой метод простой. Я в ворота зашел или въехал, и дальше уже иду или еду, оставляю автомобиль, потом перехожу в тамбурок, из которого у меня есть выход в постирочную и в котельную. Отсюда же я попадаю в прихожую. Из прихожей я попадаю в санузел и в гардероб. И отсюда же я попадаю в гостиную. Потом я иду вверх на второй этаж, а вот здесь такая хитрая. Видите, как лестница смещена? Там под ней вход в винотеку. Там это немножко изменилось в интерьере в итоге. Это классная, красивая идея. Но она сохранилась. Вот. Дальше у меня переход в общественную часть. Вот. Спортзал, комната отдыха, раздевалка, баня. Гостевая комната. Вот. Вот здесь этот небольшой блок персонала со своим входом. Я так наперёд думаю. У меня участок без зелёных насаждений. А я прописывала, что хозяйка, она увлекается ландшафтным дизайном. Поэтому это будет для неё холст. Да, но вы должны будете задать канву. То есть, как минимум, подъезд. И если у вас будет несколько блоков, то как-то их связать какими-то основными дорожками. Угу. Вот. Ну и композиционно, да. Я понимаю, что я здесь ландшафтом не занимаюсь, да. Но я себе ставлю акценты какие-то, которые мне будут каким-то образом либо раскрывать перспективу, либо наоборот её замыкать. Вот здесь то, что осталось. Это место в ходе стройки было лихо использовано. У нас здесь появился бассейн. В ходе стройки уже. Вот. Ну, давайте дальше. Примеры. Я сейчас буду показывать. Роман, а гостевой там санузел где? Вот он. То есть, я из гаража попадаю в такой микротамбур, да. Из которого я либо в техническую часть, в постирочную, в котельную, либо в прихожую сразу. Что удобно. И вот он, гостевой санузел. А слева у вас комната гостевая, вот эта. Она без санузла или оторвана? Нет, там санузел появился. Я часть комнаты использовал. Она же огромная. Ну, тут я просто его не рисовал. А примерная площадь этого дома вышла какая? А что ж ты узнаешь? По-моему, около 500. Может, чуть-чуть меньше. Если захотите, я потом подготовлю. Я просто... У меня отсюда нет доступа к архиву. Проект уже в архиве, поэтому я не смог картинки выдернуть. Хотя... Дайте секунду. Сейчас гляну, если он в проектах. Нет, его, по-моему, и в проектах даже нет. Я его на сайте почему-то не выставлял. Хотя проект прикольный. Достаточно. То есть, получается, мы эскизируем в 1,2 на 50. Это довольно мелкий масштаб. Нет, вы масштаб можете себе любой сделать. Я эскизирую на 500 легко. Ну, тут какая разница. Можно даже не в масштабе конкретном. Когда у меня на планшете лист. Он в каком масштабе? Не в каком. Поэтому я, когда работаю на планшете, я вывожу себе сетку. Для того, чтобы ориентироваться. И при каждом зуме я понимал, здесь 3 метра, а дальше уже в пропорции ты работаешь. Соответственно, лидия и джентльмены, от вас я тоже жду эскизы от руки. Сейчас покажу несколько примеров дальнейших. Это уже на планшете сделано. Явно. Вот. То же самое. Планировка. Тут видно уже первый и второй этаж. Калька. Вот там виднеется топосъемка. Да? Внизу. То есть, всегда первые наброски. Только на топосъемке и исключительно. Не забывайте отбивать трехметровую зону. И 5 метров от улицы. Не обязательно. 5 метров не всегда от улицы. Это от поселка зависит. От ГПЗУ, которые выдали на конкретный участок. Поэтому 5 не обязательно. Здесь, по-моему, да. Здесь, по-моему, даже 7. Но, поскольку у меня вот здесь это навес, то я немножко поднарушил. В метре прошел. Навесами вроде можно подходить. Прямо практически. На самом деле, если навес соединен с домом, то нельзя. В любом случае. Если это просто отдельно стоящий навес, то да. А сейчас с этим все строже и строже, поэтому лучше не шутить. А это к этому уже... Это параллельно я делал набросок. Набросок уже на бумаге. Вот такой планчик. Вот такой набросок. Другой дом тоже построен. Планировка практически без изменений. Внешне поменялся очень сильно. Но первый вариант, вот он был вот такой. Слегка пригламоренный. Ой. Здесь то, как я работаю на планшете. То есть я потом на план сразу набрасываю и объемку. Очень удобно. Ты видишь сразу, да. Вот угол. Хотя рисовать, конечно, противно. На планшете, но со временем мастерство растет. А может, по группе наклеивается шершавая поверхность? Да, можно, но я так и не дошел. У меня стоит здоровенный этот планшет, на который я сейчас смотрю. У него отличная поверхность, классный карандаш. Но его с собой на диван не возьмешь. А я привык сесть на диван, включить Звездные войны и вперед творить. Тут методы у каждого свои, как переключаться. Значит, это один из приемов, на самом деле, иллюстрирующий. Если сложная архитектура какая-то, Юля, это может быть, вам пригодится, то я, прежде чем прорисовывать объем, да, я сперва выношу просто какой-то образ, да, а потом уже по нему простраиваю перспективу. Вот это не в архикаде, это вручную в скетче. Ну, на планшете. Ну, на планшете. Ну, он заменяет линейку эту перспективную. Почему не пользоваться? А проверить композицию очень даже неплохо. Вот. Это вот тот самый домик, а вот тут в центре у меня роща была. И братья славяне, югославы, бульдозером ее срыли. Тут же, в первый же день, как только въехали. Вот. Планировочка. Из планировки поменялась только вот эта часть, гараж. Водитель и помощник хозяина сказал, ну, что-то маленький, давайте побольше. И вот сюда прирос еще спаленка. Вернее, даже не спаленка, а комната охраны. Все. А так вот буквально, как вот нарисовалось, так сейчас и строится. Очень клевый проект. Прям. Весной буду гордиться. Даже, может быть, раньше. Там сейчас в центральном зале соберут перекрытие. Это просто бомба. Просто бомба. Это все в Подмосковье строится, да? Да, да, да. Наша любимая Рублевка. Он как бы фахверк, каркасник тоже, да? Там смесь. Там смесь. Часть кирпичных стен, но в основном фахверк. Ну, гараж и блок персонала камень. Сауна, венткамера и котельная тоже камень. А все остальное фахверк. Вот. Более пластичный. Это поиск, да. Это поиск. Это был просто поиск мотивов. То есть, опять же, да. За графикой следить не нужно. Нужно просто рисовать. Ну, как бы мысли свои излагать. Да. Искать, 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 искать. И вот когда получается клевый рисунок, его можно и подсохранить. Опять же, когда такие, знаете, есть альбомчики, коричневая бумага, обычная крафтовая. Вот на них рисовать перышком просто загляденье. Надо их вот порассовывать во все углы, чтобы они были под рукой всегда. Потому что графика на них самая классная. Он дисциплинирует. И пером. Вот, вот, отлично. Он такой. Не до отчетверки. Он такой. Вот. Значит, и напоследок практически, да, покажу. Покажу. Подборочку архитектурной графики, которую... Так, почему мне не показывать? Вот оно. Сейчас. Пошло. На самом деле, хотел адресно собрать каракули великих архитекторов разных. Но первое, что выдал Гуголь, да, это на Рокдейле коллекция архитектурной графики разных мастерских. Я показываю это к тому, что качество графики совершенно не имеет никакого значения. Имеет значение та мышь, которую вы в меня вкладываете. Есть перспектива, есть перспективы, да, нужно мыслить. Мыслить нужно карандашом, да, там, в самом широком смысле. Будет это у вас перо или планшет, что угодно. Но призываю вас ни в коем случае не проектировать отдельно план и потом пытаться на него одеть объем. Это должно быть. Это такой одновременный процесс. Его ни в коем случае разрывать нельзя. А что вы думаете насчет ручных макетов? Если есть у вас на это время, ради бога, это прекрасная тема. Но я про САПР не успел вставить. Это единственное, в чем помог Архикад. В том, что я буквально за день могу проверить любую сложность архитектуры на состыковку. Просто для некоторых это тоже инструмент поиска. Ты кладешь эти бруски, что-то отрубаешь. Ради бога, здесь кому как удобно. Мне проще эти бруски в голове крутить. Я хожу, курю, еду на работу, сплю или еще чего-то. У меня эти кубики в голове крутятся сами без макета. Там иногда сидишь над задачей, откладываешь день, два, три, четыре, пять. Потом бац, среди ночи вскочил, все. Но это, кстати, плохой вариант. Самый правильный вариант, когда мысль приходит на участки. Там должно все увидеться. Ну, а вот как картинки. Самые же разные. И почти везде можно вычислить, что человек имел в виду. Иногда это конспект мыслей. Поэтому будьте совершенно свободны. Но старайтесь сделать проект на бумаге. Для того, чтобы потом сесть в компьютер и просто зафиксировать уже найденные идеи. Только техническая работа. В компе только техническая работа. Проверка объемов, стыков и так далее. Да. И вычерчивание. Но чертить может кто угодно. А дом придумать может токовой. Вот. Ну, каракули же вроде бы. А с другой стороны, начинаешь сматриваться. Понятно. Это какой-то, может быть, театр. Может быть, что-то там с водой. Но что-то интересное. Солнце как-то там ходит прикольно. Какая-то форма начинает вырисовываться. Какая-то призма, в которую дырок нарезали. Вот. Ну, задача вполне ясная. Да. Да. Вот на таком вот уровне. И это мы, получается, там какое число у нас будут? Тридцатые встречи? Ну, давайте перед Новым годом. Тридцатого встретимся. И потом следующую неделю, может быть, пропустим. Отдохнем. Вот. Да, у меня будет, я буду в отъезде ненадолго, дни на три. Тридцатого? Не-не, тридцатого я смогу. Я, по-моему, со второго по пятое. Давайте до восьмого сделаем перерыв. Да, потому что у меня все уходят в отпуск до восьмого. Вот. А я как раз спокойно займусь своим проектом. Двумя. Мне же тоже надо сделать. Что еще делать в локте? А, естественно, работать, работать и работать. Двумя. 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 Двумя.